Друзья Путина, которые уничтожают Украину, решили обратить внимание на Израиль. Я уверен, что Путин потирает руки. Друзья Путина, которые уничтожают Украину, решили окупацию Хамасом семи громад рядом с сектором Газа. Они сейчас тупо ездят по городу и расстреливают людей. На юге, в центре страны, очень много раненых людей. Честно скажу, это было неожиданно, потому что я не помню за два года, чтобы над аэропортом сбивали ракеты. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. Для нас будет великою честью, если вы подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф и остались с нами. Ничто так не бодрит, ребята, с утра. Слышите звуки? Как воздушная тревога. Где-то в центральной части Тель-Авива ударило. Смотрите, птицы полетели клином отсюда. Какие страшные звуки, а? Все сжимается. Все, сирена прошла. Бегом, бегом, да бля... Смотрите на него. Посмотрите, он молоко об холодильник убирает. Сирена, блядь, орет. Бегом. Не хочет орать в коридоре. Вообще, что ли? Твое, наверное, это затратно. Хай. Всем привет, я сейчас нахожусь на работе. Как вы знаете, я работаю в аэропорту. И с самого утра начали обстреливать центр Израиля. И, к моему удивлению, и в аэропорту слышны хлопки, как сбивает железный купол ракеты. И, честно скажу, это было неожиданно. Потому что я не помню за два года, чтобы над аэропортом сбивали ракеты. Сейчас о том, что террористы расстреливают людей прямо на улице, в приграничных городах к сектору Аза. И сообщатся о погибших. Террористы в Хофашкелон захватывают дома израильтан. Террористы в Хофашкелон. Мамиха-дистата. Дистата еще. Винунку. Маме-инунку. Продолжение следует... 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 Играет музыка Из приграничных населенных пунктов есть шокирующие кадры, люди бегут и из аэропортов тоже кадры с хаосом и бегущими людьми. Это не первый год, когда у Израиля такие проблемы, но сегодня что-то запредельное. Друзья Путина, которые поставляют ему дроны, друзья Путина, которые уничтожают Украину, решили обратить внимание на Израиль. Я уверен, что Путин потирает руки. В Израиле объявлено военное положение и даже террористам удалось захватить какую-то военную базу. Естественно, будут повержены, уничтожены. И правильно в военном руководстве Израиля заявили о том, что нужно бить врага уже на их территории. Уже недостаточно использовать щит Израиля. Надо упреждать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, прилетело. Только что вот. Свежее видео из гуще событий. Я на Мертвом море. 51 минуту назад Хамас объявил Израилю войну. Посмотрите, сколько людей. Паники пока никакой не наблюдается. Палестина прорвалась бешим ходом на джипах. Девочка моя подружка уточняет. На джипах они зашли в страну. Это впервые за несколько десятков лет боевые действия происходят на земле Израиля. Ну что нам остается делать? Нам, украинцам, ситуация вполне понятна. Хотя в Израиле война всегда другая. Ну в общем вот так. Я приехала перезагрузить свои мозги от ситуации в Украине. И попала в ситуацию в Израиле. Так что вот так. Пока никаких официальных распоряжений по поводу отдыхающих никто не получил. Мы здесь организована сегодня. Это экскурсия. Людей привозят по штуксам. Потому что здесь транспорт, ну никакой транспорт муниципальной сюда не ходит. Здесь можно добраться либо своим автомобилем, либо организовано. Никакой паники, никаких официальных заявлений по поводу отдыхающих еще не поступало. Если что-то будет происходить, я еще буду говорить об этом. Охренеть, дом разбила. В дом попала. И ни скорых никого нету. Блин, люди там живые или нет? Вот такое у нас сегодня доброе утро. Это уже 10-й раз с 6 утра. Ой, нету сил у меня. Уже не ходить не могу ничего. Ой. Вот так я прячусь в подъезде. Потому что нету сил в пуститься до бомба обезьящих. Охренеть, азоваться! Вот так я. Охренеть. Боится, боится, боится мальчик. Аж задыхается моя лапочка. Тоже боится, прячемся вместе. Ой, как он боится. Бедный, нахон. Вот так вот боятся даже собаки у нас. Ой, ой, ой. Я опять забыл. Опять коврик забыл. Ты же из-за этого у нас. Мира, митрая? Это не уйдет. Это не уйдет. Посмотрите. Не уйдет. Нет, не уйдет. Нет, я не уйдет. Что это? Все из-за израиля в севере. Мы можем говорить о том, что мы собаки. Я только что смотрела, даже в Иерусалиме, там та же история. Короче, всем привет. Мне много есть что сказать и воинственного, и агрессивного, и на наше ее правительство. Много всего. Я скажу просто, люди, которые живя по соседству с нами, способны устроить нам на праздник такой п***ц, не должны жить рядом. Всем шалом. Ребята, я думаю, вы уже в курсе всех последних событий, что творится в центре страны Израиля, что на юге. Вот нам сейчас поступило даже сообщение, чтобы приехали в МАДу, это скорая помощь Израиля, и сдали кровь. И хочу сказать, что я был в шоке от того, сколько людей приехало, сколько вообще людей откликнуло, причем в шаббат, да, это выходной, в субботу. И поэтому просто попрошу у каждого, кто посмотрит это видео, кто может сдавать кровь, кто не может, пожалуйста, распространите максимально. Давайте поможем, потому что на юге, в центре страны, очень много раненых людей, которым нужна помощь. И самое малое, чем мы можем помочь, это просто хотя бы кровь сдать. Так что давайте будем помогать друг другу. Всем добра. Что-то, что за утро сегодня? Попадание в Ришин, в дом, пожар. В машину попал, смотри, что там. Взорвалось все. Смотри, какая воронка. Какая воронка. Смотри, повылетали все окна. Слышишь, повылетали все окна. Посмотри, в доме. Посмотри, там. Капец. Что это? За автоматом? Не выходят на балкон? Закрой окна, говорю. Мама, бежи, бежи, пехон, бежи. Мама, за автоматом, бежи. Мама, бежи, бежи. Мама, 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 бежи. Поздравляю вас, господа. Биби, кажется, доигрался с арабами. У нас опять Азака, Иерусалим. У нас опять бомбят. Войнушечку играем. Главное, чтобы Биби это не волновало и не пугало, да? А мирно сейчас, видите, никого нет на улицах. Все перепуганные сидят в своих коробках. И у нас опять война. Поздравляю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзі, продовжую інформувати вас щодо хронології подій війни в Ізраїлі. Отже, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що рух Хамас оголосив його державі війну. На цьому фоні ізраїльська армія заявила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у секторі Газа. Десятки винищувачів повітряних сил Ізраїлю б'ють по об'єктах Хамас у секторі Газа. Жителі прикордонних територій Ізраїлю поспіхом залишають свої будинки. Там тривають масовані обстріли. Сили оборони Ізраїлю підтвердили окупацію Хамасом семи громад біля сектору Газа. Повітряні сили Ізраїлю евакують південні воєнні бази, техніку вивозять на північ. З гучномовців мечети по всему Єреселиму лунають заклики до мусульман повстати та вести священну війну проти Ізраїлю. Ну і прем'єр-міністр Ізраїлю Нетан'яху звернувся до громадян. Громадяни Ізраїлю, ми знаходимося в стані війни. Це не операція, це не ескалація, це війна. І ми переможемо. Хамас заплатить за це безпрецедентну ціну, зазначив Нетан'яху. Не забувайте лишати нам вподобайку для підтримки і для поширення всієї зібраної інформації. Ну і пам'ятайте, що для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф і залишитеся з нами. Я дякую, що ви були із нами. Я дякую за те, що ви були активні. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.